Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Потеряевки я вел занятия, первые годы, с 91-го года, как потеряевку начали восстанавливать. Ну и какая-то ситуация менялась или что-то, о чем-то я по-тематически говорил. Дальше. Общение с Богом, блаженство. Сразу же после сотворения человека возник вопрос, как приблизиться к Богу, как сделаться более понятным, похожим, сродственным, любимым бытие. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Бог беседовал и научал человека. Это великая тайна, как Бог невидимый, которому нет начала и места, и ни одна галактика его объяснить не может, а он ходил в раю. Как это могло быть? И в каком виде Бог был? Но точно знаем, что он беседовал не только с Адамом, прямо лицом к лицу, как мы разговариваем, глядя в глаза друг к другу, но и с Енохом, и с пророками, и да и со всем Израилем. Говорили с Богом своими простыми словами, как мы разговариваем с самыми близкими людьми. Просили совета у Бога, что им делать, и он отвечал. Идет диалог, бытие. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Исход. И говорил Господь с моим всем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан. А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скиней. Не надо у нас смотреть, смотри-ка сюда, что ты как отвлекаешься-то? Числа. И скажут жителям земли и сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу. А облако твое стоит над ними, и ты идешь перед ними днем в столпе облачном. В столпе облачном, а ночью в столпе огненном, в трозаконии. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среде огня. В трозаконии. То есть со всеми говорил лицом к лицу. И не было боли у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Хотел человек что-то сделать, а Бог говорит, не делай, а сделай вот так деяние. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены духом святы проповедовать слово в Асии. Дойдя до Мессии, предпринимали идти в Ефинию, но дух не допустил их. Виновав же Мессию, сошли они в Трааду, и была ночь ведения Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. И было, это было и с Самуилом, и с Ильей пророком, и с Ильей первосвященником. Так было и с Амосом. Они противоречивали как и о Богу. А Бог говорил совершенно определенными фразами, смысловыми, не в догадках или в ощущениях. Вот как происходит разговор Моисея с Богом. Ну можно не сказать не Моисея, а Моисея. Моисея, вот так можно говорить. Ну вот, неужели эти слова-то мы уже знаем? Меня все удивляет это. Богом, а может как Богом. Вот тут вообще это, вот устаробрятся, они говорят это, именно вот выворачивают куда-то слова. Внимательно надо смотреть, слышал когда-то же, это известно. Известно. Исход. И сказал Моисею Господу, о Господи, человек я неречистый. И таков был вчера и третьего дня, когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычен. Господь сказал Моисею, кто дал уста человеку? Кто дает немым или глухим, или зрящим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Кто делает, не дает. Делает. Неправильно считаешь. Не я ли Господь? И так, пойди, я буду при устав твоих и научу тебя, что тебе говорить. Он заикал был, заикался. Ну ничего. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя Аарона брат или венитяне? Как Бог говорит? Да разве нет у тебя брат или... Ну, маленько, выйдешь же как-то, вводи в эту обстановку. Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет на встречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце твоем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его. А я буду при устав твоих и при устав его и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И сжезл сей, который был обращен к змея. Возьми руку твою, и им ты будешь творить знамение. Ты будешь его вместо Бога. Вот это да, а вот. И Аарон стал как переводчик невнятной речи. Заик и Моисей был незаменим в вопросах ревности и исполнения. А вот речи ему Бог не дал и не исправил. И таким он и оставался. Очень даже странно, что Бог косноязычным, который никогда, может быть, и ораторами не стали, дал исправление языка. А такому полномочному представителю самого Господа Бога не дал логопеда. Может было, ну, учить как-то или... Да Бог мог, это легко сделать. Не сделал. Вот тоже тайна какая. Истая. И сердце легкомысленных будет им уметь рассуждать. И косноязычные будут говорить ясно. Видите, я подтвержден. Вот когда выступают какие-то наши знакомые православные, они никогда Библию в руки не берут. Все. Все. А только один Олег Стеняев из Библии в руках. А эти нет. Развалятся, сидят, прихлёбывают, пьют. Смотреть тошно. Хлюпают. Да где ваш христианский дух-то? Что это такое? Кто это видел, чтобы стаканы стояли, говорят, воды наставят, когда говорят? Это говорит о неверии в Бога. С горлом свои не поправятся. Евангелие от Марка привели к нему глухого косноязычного и просил его возложить на него руку. Пожалуйста, какой больше ни разу не появится. Этот совсем народом, вождь народа. Ара-то должен быть. Ну, исправь его, Господи, нет. А для чего? Может быть, это не Моисея, а именно Арон, чтобы всегда при нём был. В дальнейшем, когда стали мыслить трафаретно, по-язычески, в приглядку зная и в полуха священное писание, стали применять к себе то, что было сказано к определённому человеку. Ничего путного из этого переноса не получится. Если было сказано Павлу что-то, то самовольно применять то к своей биографии не следует. Это не тебе и не мне, а только ему. Духовно понимали святые пророки эту связь как родственность. Главное быть верным и Егове, и не ходить чужим богам. И второзаконие. Если будет уговаривать тебя тайна брат твой, сын отца твоего, или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдём и будем служить богам иным, которых не знал не ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдалённых от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его. Ну вот так тоже. Видите, не по Писанию. То вот эти Библии рассматривайте, а то прокомментируйте, вот комментируй и сам, смотри в Библии, и знай Библию, и смотри. Мне зачем комментируют? Я только услышал, я знаю где, потому что мне Библия известна. Когда я обратился, через три месяца я уже стоял на капитале, знаешь, Бог мне открыл просто-то всё. И не было так, проходит время, я стал бы понимать по-другому. У меня ни в одном пункте по-другому не было. Бог мне сразу открыл всё, только углубление есть где. Вот слышал такие речи, ты не имеешь права умолчать, и утром сразу же заявить и истребить в зародыши такие крамольные речи против единого Бога. А с захода солнца такой богоотступник должен умереть. Вся Библия наполнена призывами быть верным Богу. Люди многое стали понимать по-язычески. Повторяют слова, сказанные столетия назад святыми, по определенному случаю, чтобы быть похожими на этих святых. Например, Давид радовался при опасностях. В опасностях. В опасностях и природе, которая окружала его и писала даже о ласточках, о Исаии и о журавлях, и даже о том, как они гнёзда бьют, и применял всё это к себе. Исаии, как журавль, как ласточка, издавал её звуки, тосквал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу, Господи, тесно мне, спаси меня. Видите, голубь, когда варкут, стонет и стонет всё время. Псалово 83. И птичка находит себе жильё, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих в алтарей твоих, Господи, сил, царь мой и Бог мой. Вот только у нас в церкви прямо на иконе свитое гнездо, ласточки, два гнезда. Там пацан, картонка, нигде ничего не пачкается. Так и то. У алтарей твоих, интересно. Во время службы щебет такой идёт. Залетела Тресогуска прямо в алтарь, и батюшка села на него и сидит. Понимаете? И даже на это и то привязывается. Своё его не имеет и не понимает, не видели, а вот бурчание, недовольство какое-то. И дальше. И он написал и о наших хищных птицах. Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? Вот так. У нас здесь он насчитал 52 разных вида птиц. Ни в одной молитве мы этого упомянуть не можем, потому что мы тупые и зашоренные. То есть понятно, я говорю о том, что есть. Я с детства любил птиц. Первая книга, которую купил. Слава Иисусу Христу! Проверяет старшая сестра. Книга большая, больше 500 страниц. И газета лесная Виталия Бианки. Это уже в человека заложено было. По отпечаткам найти тень пролетела, по голосам. И вот... Поэтому не спроси там, кто живет. Сколько птиц? Вряд ли кто знает. Я знаю точно 52. Мы это отвечаем об анаграх, о вепрях, которых тут и в помине нет. И о бегемотах, ибо так кто-то сказал когда-то. И мы думаем, что эти повторы дадут нам приблизиться к Богу через эти чужие слова. Салмы это молитвы, где Давид прямо обращается к Богу. Помилуй меня, Боже. И тут же говорит, избави меня от кровей, Боже. Боже, спасение моего. И язык восхвалит правду твою. Читаем, и мало кто задумается о том, чтобы понять, о каких же кровях я молюсь сегодня. Наша молитва-то моя. Где эти стены Юроссалима, и что за жертвы, я полагаю, себе в оправдании. Тысячелетия на одном месте толкемся и ждем жизни в душе. Почему бы не составить молитвы применительно к нашим репрессиям в России, к нашим птицам и зверью, и к нашим пертрубациям. Интересно, есть такое Акафис, слава Богу за все, что Григорий Петров написал в ГУЛАГе за несколько буквально дней до смерти. Какой он жизнерадостный. Ну, считали? Считал. Я говорю, а дальше что? Ничего нет. А у меня сразу мысль была, почему не написать другие? Он написал об этом, о мысли художников, об изобретателях. Я сразу пошел к проректору, к Семкину, я говорю, а вы могли бы мне помочь? А в чем? Он очень хорошо ко мне относится. Я говорю, я вот подумал, Акафис такой, написать Акафис прославление Бога за химиков. Найти самых знаменитых химиков, лауреатов Нобелевской премии, помянуть их, что они открыли. Отдельно об электричестве, отдельно об интернете. Ну, молятся об Ироде, церковь. Живая молитва должна быть, и Бога прославить. Как они узнали это? Вот кто это сказал? Вот телефон интересный. Все пользуются. А кто не знает? Мартин Купер. За Мартина Купера прославить. А интернет кто? Тим Бернерсли. И его помянуть, они живые. Мы каждый день за них молимся. Тимофей Тим. Кто составил нам поисковик здесь? Тимофей Ха. Вьетнамец. В МГУ учился. Я начал это дело и не закончил. Отдельно по биологии, отдельно по ботанике, отдельно Акафист по астрономии. Все о звездах, обо всем. И самых лучших, кто это сделал. Конечно, в каких-то Акафистах литература, там, помянуть Толстого, там, Достоевского. Ну, чтобы живое было, истинно так-то. Вот поприще какое. Еще нужно написать примерно 100 Акафистов. 100. Не меньше. Потому что новая бионика отдельно. И вот это что? Ну, все. И все это показать. Блаженство, находит слово о себе, о конкретной ситуации, о конкретных врагах и о конкретных победах. Слово 82. А мы-то считаем это. Считаем его и вообще не понимают даже. Ну, почему не создать отдельный Акафист защитникам Сталинграда? Отдельно. А о том, как страдали в Ленинграде, оккупация была при Гитлере, о победе на Курской битве. Это Акафисты целые. Помянуть там даже этих маршалов, неверующих, и все. И сказать, если бы они Бога-то знали, как теперь я надам душа? Ну, нельзя жить так мертвым. Надо быть религиозно талантливыми. Во всем, видите, вот у нас канон Андрея Критского, считает его уже 1200 лет почти. Мне Бог положил на сердце, Бог, возвести его на две ступени. Там все покаяние, помилуй меня, Боже, помилуй меня. А сделать, благодарю Тебя, Господи. И третье, слава Богу. Вот я сделал комментарии, 297 комментариев на блаженного фифилакта. Некоторые ищут их, а другие сбулгачивают, да как ты посмел, коснуться твое имя, тут еще и, ну, то есть, не знают. Я внутри чувствую, это необходимо. Вера должна быть живая, действенно. Слово Божие живое и действенно. У меня и дома это висит, и в храме. И вот смотрите, как он молится. Один псалом. Послушайте. Сговорились единодушно, мы вождем их, как Зевим и Салманом, которые говорили, возьмем себе во владение селения Божие. Ну, можно составить-то такой псалом-то. Там же сидят такие люди-то, большие, академии кончали-то. И помяните все, как Господь спасал Россию, какие были нападки, как Тамерлан пришел, и как он дальше куда сгинул, как хан Батый был. Ну, все это помянуть. Путь России был, и мы не поняли, мы возгордили, захватили Польшу, Финляндию, в Порт-Артур залезли. Зачем мы это делали? Господи, Господи, земля Богом дана. Она пустует. Ну, и пускай живут там эти китайцы. Ну, пускай идут эти мусульмане, здесь что-то путное делают. Ну, можно это в молитве-то сказать. Ничего этого нет. Только одно, как восстать, чтобы нас уважали и боялись. Бог даст царя Искупителя. Даже здесь и то уже. На краю гибели и покаяния нет. Я вот о чем говорю. Разве наша Россия оскудела событиями, в которых Бог миловал и наказывал, гнал и возвращал? Разве не было диаспоры, рассеяния, советских шахалов и псов диких в красных шлемах? И не было попов предателей? Так почему же это нигде не ставится на видное место в молитве, чтобы прославить Егову и воздать славу Господу Савуофу? Я спрашиваю это. Я не могу просто это словами говорю. Я понимаю, что это надо оформить в особое каписто, особые молитвы, чтобы человек трепетал на молитве. Но смотрите, какая Курская битва была. Переломный момент. И там и Гитлера помянуть, и Кейтеля, которые были. И вот они пришли, Нюбинский процесс помянуть. Почему нет Нюбинского процесса на коммунистов, которые в сотни, тысячи раз больше зла сделали, чем фашисты? Нету нигде. И Зюганов там все еще смердит со своей этой воблой в мавзолее. Ну можно как раз сказать, чтобы мы увидели, что мы живые, и Бог живой, и на живую молитву отвечает. А вот все по мощам, крестные ходы, мертвичина одна. Дальше. Солом 15. Ты укаешь мне путь жизни, полнота радостей перед лицом твоим, блаженство в десянице твоего века. Ох, какая. Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которого Господь не именит греха, и в чем духе нет лукавства. И показать лукавые, какие были люди вокруг, что они делали. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал наследие себе. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся к лжи. Вот сергиевская декларация со Сталином это дело. Образование патриархии в корне неправильно. Не могут образовывать религиозное что-то безбожники, людоеды. Я не понимаю, а что делать? Не знаю, я знаю, только нужно отречься от этого и по-другому, может быть, назвать надо патриархию. Эту коросу-то сбить, убрать ее. Заповеди блаженства будут сведены в девять блаженств, дарующих здравие в частности каждому и всем вместе в любом государстве, в любому народу. А если бы мы это пожелали знать и испытать, и усвоить навсегда для нашей вечности, ступени блаженства. Ступени. Ну, конечно, ступени, ступени. Солом 40. Блажен, кто помышляет о бедном и нищем, в день бедствия избавить его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего... Благами, благами. Благами дома твоего, святого храма твоего. Блажены, живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя. Блажен человек, которого сила в тебе и у которого в сердце стези направлены к тебе Господи сил. Блажен человек, уповающий на тебя. Давид размышлял о блаженствах, о счастье и находил это во всем, что видел, когда на практике испытывал. Мы же повторяем его слова в молитве и думаем, что результат будет там тот же, как у Давидов. Его слова повторяем Давыдовы. Но на практике не выполняем основное требование полновесное отдача себя на служение Егове. Всегда уконтролировать свои поступки, слова и помыслы священным писанием, то есть познанием воли Творца. Надо в эти слова блаженства, приближающих человека к Создателю, вникнуть и в этих словах найти всю суть. Обретение милости Божией, познать любовь Божией, радоваться, что тебе это открыто, что ты можешь войти в эти блаженства. И дальше я сказал, и сразу места Писания, которые говорят, как нужно блаженство искать. Из книги Псалтирии. Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица твоего, Господи. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим. Блажен и хранящий суд и творящий правду во всякое время. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Блажен и непорочный в пути, ходящий в законе Господне. Блажен и хранящий откровение Его, всем сердцем и ищущий Его. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. То есть речи это сыновья, к духовному, чтобы рождали. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Как это сладостно знать, что Бог тебе ни одного греха не помянет. У нас между собой есть такие прегрешения и грехи, что мы даже в одиночестве вспомним о них, крутим головами. Такие, как открытие тайны и потеря безнадежная о друге. Кто помыслит о Боге по-своему и будет ждать результата. Какой проистекает тогда, когда ты мыслишь по-божьему. Это не одно к одному. И все от того, что не знаешь Библии, в ней тебе ключ, как быть блаженным и осчастливить себя в Боге. Благослови святой. Ты будешь есть от трудов в руках твоих. Блажен ты и благо тебе. Дочь Вавилона опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделал нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен, кто помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Это каждый стих надо разбирать и вникать. Если решил потерять счастье, то тогда повторяй, нет, не верю, не хочу, не знаю. Святые отцы составляли ход богослужения. Ряд молитв. Оставайся, руками не шевели нигде, ты отвлекаешься, как ребенок. Давай. Составили так, что вы... Составляя ход богослужения, ряд молитв. Составили так, что в одних подошли к самой сути понимания спасения. Подошли ли они полностью, это отвечено будет только вечность. Пока же ни один человек этого не знает. Святые отцы друг в друге сомневались. Во время богослужения меняли. То литургия Марка, Иакова, Василия Великого, Ивана Златоуста. Проходят столетия и потом начинают менять, вставляют новые слова и целые главы. В Библии же никто не прикоснулся. Неуказанные составители богослужений не Никон Патриарх. Ряд молитв же, что и зачем читать, это все люди сделали. И может быть самыми благими намерениями в меру своего понимания. Часто мы что-то утверждаем в меру своей испорченности. А эти в меру своей святости. Они очень близко подошли к сути понимания общения человека с Богом. Вот Давид пропел 103-й псалом. Может он был у него первым. А псалтиры просто так составили составители собрали. Такие как Неемия, Ездра. Не нужно понимать, что так по годам царь и писала, как они в этой книге песнопения пророка. Никто не знает точной даты каждого псалма и какой за каким был написан. Псалом си проставляет все, что окружает нас. Мы сегодня молимся в лагере Стане, когда нет батюшки. Он в городской общине сегодня. Некоторые говорят, над нами нет купола, но небо и есть купол. И в церкви все устроено по образу невиданному в природе. А у нас свечи не горят. Я принес свечки, они из Иерусалима, от того огня пасхального, когда сами свечи загораются. На небе солнышко горит. Вам мало этого цвета? Пищи просит каждая тварь у Бога. Мы же видели в фильме про пустыню, что лев ни у кого не просит, а лапы по быку и обедает. Птенцы горячей каркают, это они просят себе на обед. Иав. Кто приготовляет ворону, корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Солом. Солом. Дает скоту пищу и птенцам ворона, взывающим к нему. Солом. 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 Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Второй смены тогда не было. По тому времени это было написано, что надо работать до захода солнца, просить у Бога благословения и получать с благодарностью. Этот псалом играет роль разогрева, чтобы припомнили, что мы получили в течение недели и приготовились славить его за все его милости. Псаломы прижимают человека головой до земли с покаянием. Потом человек поднимает голову слава Отцу и Сыну и Святому Духу Аллилуйя и опять покаяние опять сокрушение греха и избавят лукаво сатанавицу сшибает нас бьет по ногам и по ушам Господи помоги же утопаем в суете и немощи в грехах вдумайтесь в ход богослужения чтобы не просто отстоять службу стоим как столбушки вы должны понимать ход православного богослужения на них гнездятся птицы если жилище ели ели жилище аисту у нас нет ни ели ни аистов а только цапли если бы Давид здесь жил тогда он бы написал про клены про березу и про кукушку но наши учителя русские боятся живо и здраво осмыслить богослужения и только из бывшего повтора делают непрерывное потому для нас трудно войти в эти категории которыми мы не можем оперировать ибо нет подпитки из окружающей природы а нам подают все из другого государства из других поясов времени обитания где же наша своя природная продуманная пережитая беда и хвала я написал бы о том как хорошо воркуют голуби и тут же отметить где мы так же стонем что с нами приключилось Исайя все мы ревем как медведи стонем как голуби ожидаем завезем И живого общения с нашим Богом Столь заботимся о нас Кто бы посмел из нас так сказать о Боге Так вот сказать о Боге Постань, что спишь, Господи Пробудись, не отлинь навсегда Ну кто это Богу может сказать, что Бог заснул Разбудить надо, нас надо будить А он смело говорил с Богом Даже с директором совхоза Ты так не будешь супругом говорить Но Бог это не осуждает Он же наш отец и знает, наш лепет Наше желание сокрыться у него Но Бог это не только страх, но это и любовь Дарующая блаженство, счастье И здесь уже на земле В этой кратенькой жизни Мы же только хотим жить без горя А вот и рецепт, который и менять не надо Он живой и действенный Петра Петра Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни Тот удерживай язык свой от зла И уста света к лукавых речей Ухвати все виденное вокруг Дальше ты поднимайся к духовному И славь Творца Аминь Понимаете, ну конечно А я так сказал, посмотрел, но не сказал Аминь Это медленно Полтора часа идут занятия Кажут занятия Все на этом